Оказывается, будущее уже наступило в пяти березняковских троллейбусах. Теперь, возможно, бесконтактная оплата без участия кондуктора. Заходя в троллейбус, достаточно только приложить свою банковскую карту или мобильный телефон и получить свой электронный билет. Повторное снятие денег через это оборудование невозможно. На дисплее высвечиваются сведения о проведенной транзакции. Конфиденциальность банковской карты также не нарушается. Аппаратура не обладает возможностями воспроизводить номер и ее реквизиты. Это быстро и просто, а в период буйствования инфекции еще и безопасно, говорит водитель троллейбуса шестого маршрута Наталья Бабикова. Делится, работает с этим транспортом вот уже 20 лет. Такие инновации видит впервые. Это же у нас новые технологии, как бы все равно же, я не знаю, мне кажется, нужно вообще все как бы пробовать в этой жизни. По статистике безналом билеты оплачивает большинство пассажиров. Говорят представители перевозчика МУП «Водоканал». Вот и решили ввести ноу-хау. Главное, чтобы ваш телефон или карта поддерживали технологию НФС – способ передачи данных. Ну а кто пока с сомнением относится к валидаторам, может по старинке подойти и оплатить проезд наличными у водителя при посадке. Есть и небольшие неудобства. А куда же без них? Если на счету не хватило средств, карта уйдет в черный список. И потом с нее нельзя будет расплатиться, пока пассажир самостоятельно не попросит достать ее из этой базы данных. На каждом маршруте по одной машине каждый день будет выходить. Мы потихоньку своих пассажиров будем приучать к данной оплате. Сразу предупреждаю, что на линии у нас работает контроль. У контролера будет свой контрольный валидатор, где она подходит к пассажиру. Он прикладывает свою карту к данному валидатору. И там прописано, за этот рейс была, прошла оплата, либо нет. На этапе внедрения проекта кондукторы в троллейбусах останутся. Они будут объяснять пассажирам, как пользоваться терминалами. Также в троллейбусах будут работать контролеры. Прежде чем начать проверку, контролер снимет со стационарных валидаторов данные об оплате проезда. Затем подойдет к каждому пассажиру. А тот, в свою очередь, должен приложить карту к терминалу контролера. Итак, еще раз уточним номера маршрутов троллейбусов с валидаторами. Они на экранах. Пока таковых удобных немного. Но в скором времени список могут пополнить автобусы городских маршрутов. Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости.